Всем привет! Перед вами новенький стабилизатор от компании Xiaomi. Этот стабилизатор приобретался на GearBest, и я сегодня хотел бы рассказать вам немного о нем. О том, что я о нем узнал. Честно скажу, что мне он очень понравился, хотя он и не лишен недостатков. Наверное, первый недостаток это то, что данный стабилизатор предназначен исключительно для экшн-камеры, которую Xiaomi недавно выпустила. Это экшн-камера, которую она выпустила под брендом Mijia, экшн-камера, которая снимает 4K. Скорее всего, все последующие экшн-камеры будут подобного форм-фактора, и именно к этому стабилизатору они будут подходить. Конечно, можно сюда запихнуть и другую экшн-камеру вообще без проблем, но вы столкнетесь с тем, что возможно она либо не подойдет по высоте, либо она не подойдет по толщине. Потому что вот это крепление здесь, оно рассчитано именно на, как я уже сказал, высшие камеры Xiaomi. Мне повезло, у меня камера от компании Xiaomi, которая была разработана вместе с E-Technology, и эта камера сюда встала хорошо, и даже вырез под динамик здесь есть. То есть, в принципе, эта камера чувствует себя здесь неплохо. Давайте немного поговорим о том, насколько он технически сделан грамотно, насколько он технически сделан хорошо. Мне понравилось, что все важные части здесь защищены. То есть, все двигатели, все вот эти вещи, которые у нас являются подвижными частями, подвижными элементами, они защищены металлом. То есть, вот здесь вот у нас металл, никакого пластика, никакой дешевизны. Вот здесь пластиковая заглушка, скорее всего, ее можно достать, скорее всего, эти моторы, которые здесь внутри находятся, скорее всего, их можно будет даже менять. То есть, в принципе, эта штука ремонтопригодна, ну, судя по тому, насколько она сделана грамотно. Здесь также используется пластик, поэтому, судя по всему, туда тоже можно будет получить доступ, и вот эту рукоятку, в принципе, легко отсоединить для того, чтобы выполнить какие-то определенные ремонтные работы. Что мне еще понравилось, это то, что здесь есть специальное такое крепление для экшн-камеры от Xiaomi. Оно сюда вот вдавливается вот так, и потом закручивается. То есть, здесь идет обычный штырек с обычной такой резьбой для штативов. То есть, вот это прикольная штука, потому что камера крепится, получается, не только вот в эти посадочные места, и не только держится на этом micro-USB-порте, но и вот с помощью такого болта она может крепиться гораздо более надежно, и при сильном ударе у вас не вынесет камеру из этих креплений, она никуда не вылетит. То есть, это действительно круто. Ну и к тому же, сам USB-порт вот этот, он не будет расшатываться от того, что постоянно какие-то есть такие, знаете, деформации. Где-то стукните, где-то кто-то надавит, ребенок возьмет в руки. Это действительно сделано грамотно, и, скорее всего, этот гимбал прослужит действительно очень долго, потому что качество материалов, из которых он сделан, оно на уровне. Эта часть у нас из soft-touch пластика, такого приятного на ощупь. Она не собирает жирные следы, жирные пятна. Это действительно круто. Здесь резиновая вставка. Она уже чуть-чуть собирает жирные пятна, если так вот вы посмотрите. Они все-таки здесь есть, но убираются также легко. Эта резиновая вставка позволяет иметь такую очень сильную хватку для того, чтобы не выронить этот гимбал из рук. К слову сказать, мне понравилось то, что у него, знаете, такое соотношение размеров очень правильно и гармонично. Я не знаю, как им это удалось сделать, но у меня рука достаточно большая, и я держу этот гимбал, и мне удобно его держать. Я подозреваю, что людям с маленькой рукой также будет удобно его держать, потому что Xiaomi наверняка не знали, не делали слепок с моей руки, но им удалось сделать настолько удобным этот гимбал, что я могу его взять и с ним слиться, скажем так, в единое целое. Что еще понравилось, это то, что когда ты его берешь, не нужно подстраивать руку под эти все кнопки, клавиши, ты просто его взял, и одним пальцем ты можешь выполнять все необходимые действия. Понятное дело, что если у вас палец не такой большой, у меня, кстати, пальцы не очень длинные, понятное дело, что если вы, допустим, манипулируете джойстиком, то потом на кнопки, чтобы нажимать, придется немножко вот палец вот так вот изгибать. Но в целом, в целом, очень грамотное расположение кнопок, то есть вы можете дотянуться до любой кнопки. Это удобно, потому что лишняя тряска, лишние вот эти вот действия какие-то, которые вы будете совершать, они внесут определенные искажения в тот контент, который вы будете фиксировать данной камерой. Что мне еще понравилось, это то, что microUSB порт здесь установлен, то есть нет съемной батарейки, вам не нужно ее постоянно вытаскивать, и чтобы зарядить этот гимбал, этот стабилизатор, вам не нужно использовать какой-то супер такой необычный кабель. Здесь обычный microUSB порт, вы вставляете сюда любой microUSB кабель и заряжаете этот стабилизатор. В отличие от моего, например, DJI Osmo Mobile, там идет специальный штекер, и если вдруг с моим кабелем что-то случится для зарядки, я просто лишусь стабилизатора, мне придется заказывать дорогущий этот кабель, потому что DJI, конечно же, дешево его продавать не будут. Так что вот здесь, конечно, Xiaomi поступили очень честно, благородно. Хотя, конечно, могли бы сделать стабилизатор и под разные камеры, но я вам скажу, что именно благодаря такой конструкции, я позже расскажу более подробно об этом, дополнительные опции вы получаете с помощью вашей камеры Xiaomi. Здесь идут 4 индикатора, которые показывают уровень заряда. Когда вы его включите, эти светодиоды будут моргать и показывать, какой сейчас уровень заряда. Когда вы подключите его на зарядку, то у вас тоже стабилизатор будет показывать, сколько осталось до конца зарядки. То есть, по мере заполнения батарейки он будет набирать, набирать, набирать. И в последний момент, когда все 4 светодиода отморгают, то они потухнут. То есть, это значит, что зарядка закончилась. Здесь логотип Mijia и внизу подстерегает интересный сюрприз. Сюрприз заключается вот в такой вот штативной резьбе. Когда я делал распаковку, я прям воскликнул. На самом деле это очень круто, потому что не каждый производитель запаривается над вот таким вот креплением. Это очень важно, потому что, например, у меня на том же моем DJI, у него есть такая резьба, но она находится почему-то здесь сбоку. И для того, чтобы использовать свой гимбал где-то на штативе, мне придется купить специальное крепление, которое опять-таки выпускает только DJI и стоит оно космических денег. Поэтому я им даже не пользуюсь. Потому что идите в баню зарабатывать на людях такие большие деньги на какой-то железячке. Вот, Xiaomi молодцы, присобачили сюда это крепление и люди пользуются и радуются. Сам джойстик отрабатывает тоже отлично. Он имеет многофункциональную направленность. О чем речь? То есть вы можете вот так вот регулировать, вниз-вверх, вбок вы можете регулировать. А также вы можете регулировать вот так вот по диагонали или как это правильно называется. То есть если вы нажмете вверх, он пойдет вверх. Если нажмете вбок, он пойдет вбок. А если вы нажмете вот так, то он у вас пойдет, скажем так, и вверх и в сторону. То есть два действия сразу будет выполняться. И вот о чем я говорил. Очень важная плюшка этого геймбала это то, что у него есть microUSB штекер. Он втыкается в саму камеру. В эту камеру, конечно же, он не может воткнуться, потому что microUSB находится, как вы можете заметить, я не знаю здесь видно или нет, находится вообще в стороне. Он до него даже не доходит. И когда вы подключите оригинальную камеру Xiaomi, для которой разабатывался этот стабилизатор, то у вас активируются вот такие опции, как, например, съемка фото с кнопки. Например, вы сможете с помощью него менять экспозицию. То есть вот этот ползунок, вот этот регулятор позволит вам настроить яркость, ну скажем так по-простому, яркость картинки больше либо меньше только благодаря вот такому небольшому стику. Ну и, конечно, есть опции, которые работают совершенно на любых камерах, какую бы камеру вы сюда не установили, вы можете вот этой клавишей регулировать режимы работы. Например, если кликните два раза, то камера, скажем так, откалибруется и будет установлена ровно по горизонтали. И три нажатия это поворот камеры на себя. По поводу моторов, они еле-еле слышны. Если прям вот к уху близко поднести, то можно услышать их шум. Ну и, конечно, все примеры, все тесты, все-все-все вы можете увидеть на втором канале. Туда я всегда выкладываю все, скажем так, исходники. То есть все тестовые видосы, все тестовые фотографии, все идет на второй канал. Поэтому подписывайтесь обязательно туда, чтобы не пропустить больше интересного контента и быть более в курсе, быть более осведомленным. Что мне еще понравилось, это то, что если вы будете использовать экшн-камеру от Xiaomi, специально разработанную для этого стабилизатора. Кстати, у меня обзор на нее уже был, поэтому кто не видел, обязательно посмотрите. Очень классная камера, невероятно круто снимает за свои деньги. Вы получаете просто суперское 4К с 30 кадрами. Ну, ну просто обалденно. А еще если будете снимать с этим стабилизатором, просто конфетка. Так вот, если вы будете использовать такую камеру, то по этому USB еще и будет автоматически включаться она. То есть вы включаете стабилизатор, автоматически подается сигнал на камеру и она тоже включается. Вам не нужно включать стабилизатор, включать камеру, что-то там настраивать. У вас все регулируется вот здесь вот прямо с вашего стабилизатора. И к тому же еще интересно, что этот стабилизатор подключается к одному и тому же приложению, к одному и тому же плагину, которым управляется и камера, и сам стабилизатор. Это приложение Mi Home, там есть специальный плагин, который позволит эту камеру, этот стабилизатор настраивать удаленно. То есть вы можете закрепить на штативе этот стабилизатор или еще где-либо, установить его и после этого со смартфона им управлять. То есть там очень богатые функции, очень много всяких настроек. По поводу зарядки, в комплекте нет зарядки, но есть кабель, он очень высокого качества. Заряжать нужно эту штуку желательно адаптером, который будет выдавать 5 вольт 2 ампера. То есть это желательно, это рекомендовано. Если будет слабенький, то он будет просто долго заряжать. Если вы будете заряжать 2 амперным, то он будет заряжать с нуля примерно где-то до 3 часов. 2,5 вряд ли, где-то около под 3 часа. Если вы будете заряжать, подзаряжать ее, то понятно, там заряд происходит очень быстро. То есть буквально, если 50% нужно зарядить, то 2 амперный вы сможете зарядить его за час с копейками. То есть очень быстро заряжается, хороший контроллер стоит, быстро высасывает всю ту мощность, которую вы выдаете на батарейку. Батарейка здесь на 5000 мАч. Мне понравилось, что он очень долгоиграющий, очень живучий. И не нужно менять эти батарейки, вы просто зарядили и не паритесь. Что мне еще понравилось, это то, что эту штуку можно использовать в момент, когда она заряжается. То есть вот вы подключили вот так вот кабелем к пауэрбанку этот стабилизатор. Допустим, он у вас сел или вы планируете очень много снимать. И после этого вы можете использовать ее невероятно долго в зависимости от вашей банки. То есть у вас 5000 здесь, здесь еще у меня 5000. Из них там, по-моему, где-то 3,5-3,3ста заявленной емкости. Или, допустим, на 10 тысяч пауэрбанк подключаете. И эта штука будет работать очень долго. Вот о чем я говорю. Нажимаем на кнопочку, включаем. И вот она работает вообще совершенно спокойно. То есть стабилизатору хватает ума, скажем так, работать в момент зарядки. То есть вот сейчас он заряжается, вы можете видеть по светодиодам. И в то же время он стабилизирует. Что еще понравилось, это то, что при включении стабилизатора, и когда у вас будет оригинальная камера, которая для него разработана, то у вас с помощью, опять-таки, вот этого коннекта по microUSB активируются дополнительные функции, как в самой камере, так и в приложении, которых раньше не было. Чтобы использовать этот стабилизатор в приложении, нужно иметь камеру. Если у вас не будет вот камеры специальной, понятное дело, что вы не сможете его подключить. То есть сначала подключается камера в приложении Mi Home, потом уже подключается сам стабилизатор. Поэтому сейчас как-то продемонстрировать его возможности, его функции в самом приложении я не могу. По поводу индикации. Здесь у нас светодиод специальный, который горит несколькими цветами. И в зависимости от цвета вы можете видеть, в каком режиме он работает. Если он горит синим цветом постоянно, то значит камера подключена. И, собственно говоря, она работает вместе с этим стабилизатором. Если горит красный и синий попеременно, то значит идет обновление прошивки. Да, он обновляется через приложение, скачивается все с интернета, все автоматически по воздуху. Никаких проводов, кабелей вам не нужно. Если горит постоянно красный цвет, то камера не подключена. И стабилизатор просто работает в обычном режиме, как вот сейчас он работает. Если моргает красный светодиод, то значит камера в режиме фото. То есть вы нажали и красный светодиод один раз моргнул. Теперь по поводу некоторых цифр и характеристик. Давайте я его выключу, потому что об этом можно говорить и в выключенном положении. Может работать при температуре от 0 до 40 градусов. То есть в принципе зимой его не рекомендуется использовать. И летом на жаре 40 градусов вряд ли вы выдержите. А если вы выдержите, то эта штука вряд ли выдержит больше. Поэтому лучше тоже в самое пекло с ним не выходить. По поводу панорамирования. То есть вот эта вот штука у вас крутится на 360 градусов. Вы можете снимать совершенно преспокойно. У вас нигде не будет мертвой зоны. Также по поводу панорамирования с помощью джойстика. Этот джойстик позволяет крутиться данной камере невероятно плавно. Я покажу попозже примеры, как это все делается, как это все работает. Камера поворачивается настолько плавно, настолько красиво, что у вас получается изумительное видео. По сравнению с тем, что если вы вертели бы, например, даже видео штативом. То есть это вообще несравнимо. При том, что при этом вы можете еще и как-то делать какие-то движения пролет. Весит этот стабилизатор почти 350 грамм. Если для вас это тяжело, то ищите что-то полегче. Но учитывая то, что здесь действительно очень емкий аккумулятор, то я считаю, что этот вес более чем обоснован. Кстати, по поводу работы аккумулятора. Я, по-моему, не сказал, что работает в обычном режиме. Вот в таком вот. Если вы не будете подключать камеру и использовать кучу-кучу всяких настроек. То можно до 10 часов работы ему обеспечить. Если вы подключите сюда экшн-камеру специальную от Xiaomi. Если вы подключите сюда все-все-все опции. Если будете постоянно панорамировать не только стабилизацию, но и панорамировать, менять экспозицию, постоянно что-то делать. То от 4 до примерно 7 часов у вас будет работы. Хотя производитель заявляет до 8 часов. Но на самом деле это не соответствует действительности. Ну что ж, на этом, я думаю, можно заканчивать данный обзор. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я от себя могу сказать, что данный стабилизатор обладает массой плюсов. Но все-таки обладает и недостатками. Давайте по недостаткам быстренько пройдемся еще раз. Может работать только с официальной камерой, которая для него предназначалась. Конечно, сюда можно установить любую другую. Но тут уже вы делаете все на свой страх и риск. И может не подойти. Поэтому покупать для вашей экшн-камеры данный стабилизатор нужно только тогда, когда вы 100% удостоверите, что ваша камера сюда влезет. Ну и теперь по плюсам. Это просто невероятное качество сборки. Все, что должно быть металлическое, оно металлическое. Джойстик отрабатывает отлично. Кнопки тоже нажимаются идеально. Есть штативная резьба. Есть microUSB. Не нужно изгаляться, искать какие-то специальные кабели. Есть индикация полноценная, как этого светодиода, так и эти четыре светодиода. Быстро заряжается, надолго хватает. В общем, этот стабилизатор у меня оставил позитивные впечатления. Конечно же, к сожалению, я его не могу оставить себе, потому что этот стабилизатор заказал мне мой товарищ. Но со временем, когда он им попользуется, я у него спрошу, Саня, насколько тебе он понравился. И если он скажет, что этот стабилизатор реально годный, я уже буду писать в зависимости от того, что скажет мне человек, который им реально пользовался долгое время. Спасибо всем за просмотр. Если вам интересно увидеть другие обзоры на интересную технику, которую я считаю интересной, возможно из Китая, возможно будет сейчас поставочка из Америки, из Европы товаров различных. Так что подписывайтесь на канал, я думаю, что и вам тоже будет такое интересно. Также подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте, там бывают ссылки на товары, которые можно приобрести со скидкой. Вообще он стоит где-то в районе 125-120, на гербесте сейчас на него цена тоже где-то 110, но один раз я видел, что цена на него была с купоном 100 долларов, там 99-99. Я этот купон выложил в группу ВКонтакте, там по-моему даже, там всегда лимитированное количество покупок, и кто-то даже по-моему купил. Поэтому если вам интересно такие скидки и всякое такое, то заходите в группу ВКонтакте, там сможете увидеть кучу всяких интересных новостей по поводу техники новой, ну и вот такие вот скидочные купоны. На Алиэкспрессе этот стабилизатор, когда я последний раз смотрел, стоил 135-140 долларов. Я считаю, что это неоправданно высокая стоимость, поэтому, конечно, если говорить о том, чтобы этот стабилизатор был прям универсальный для любой экшн-камеры, то это космически низкая цена. Но если говорить о том, что он все-таки такой более специфичный, то все-таки хотелось бы, чтобы он стоил чуточку поменьше. Поэтому вот самая на него классная цена была на Гербесте, именно там мы заказали. Еще и можете воспользоваться кэшбэком, можете воспользоваться купонами, если они у вас накопились. И, в общем, купить его еще дешевле. Всем хорошего настроения, если есть вопросы, пишите в комментариях. Увидимся в следующих видео. Спасибо, что досмотрели до конца и пока. Субтитры сделал DimaTorzok